Тузик, Тузик, не надо так рваться, ты натрёшь шейку, мальчик мой. Серёжа, Серёжа рядом. Серёжа, фу, Серёжа, место. Марш в песочницу. И смотри, неси песок на голову малышу. Тузик этого не любит. Тузик, ты без намордника, не подходи близко к детям, они заразные. Тузик, посмотри, посмотри туда, посмотри, какой огромный ротвеллер. Как он красиво бежит за дядькой. Три к одному, дядька на дерево не успеет. Ну, 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 не успел, не успел, не успел. Ещё огрызается. Мужчина, не злите собаку. А вы, женщины, не встревайте, когда мужики разбираются. Вы, наверное, кошатница. А, точно, у вас шапка из кошки. И звали его Мурзик. Ему было лет семьдесят, его загрызли блохи. А вы его нацепили на голову и умничаете. Кто шапка блохастая? У тебя шапка блохастая. У моей собаки педикюр дороже, чем твой маникюр. Это он так сокращенно. Тузик. А по паспорту барон Тузенбах без блох псинограба фон шапки. Тузик, солнышко, выбирайся из этой мерзкой песочницы, а то эти сопливые дети тебя затолкают. Детей развелось, как собак нерезанных. От безработицы, что ли? Кстати, сейчас надо мне позвонить одной неработающей. Тузик. Алло. Ладочка, Лапочка, приветик. Как твоя собачка? Боже мой, лапку поцарапала бедняшка. А куда же муж твой смотрел? Он ногу сломал от растяпа. Слушай, Ладка, чего я звоню? У Ленки несчастье, представляешь? Собаку украли, да? Кошмар, собаку украли. Да на ровном месте пошла в супермаркет, возвращается никого. Собака сама убежать не могла, она чего дура бегать от такого достатка? Да и Ленка не овца, она ее привязала к самосвалу. В наше собачье время собачек оберегать надо. Ну, кругом же беспредел. Ладка, вон Машкин песик вышел на двор, лапку на кустик поднял, а из кустика алкаш как рявкнет неожиданно. Занято. Все. У песика так теперь лапка в сторону и торчит. Стрессанула. Я вот своего тузика никогда одного не оставляю. Он даже спит в моей кровати. Муж в прихожей на коврике спит. Вот у соседки кобель настоящий мужчина. Они на свалке нашли щеночка, тщедушного, облезлого, стали кормить. Щеночек жрет и жрет. Растет и растет. И вырос такой монстрила. Ладка издали, глянешь, асфальтовый каток в ошейнике. А они его Тайсоном назвали. Когда он гавкает, вода в батареях стынет. Хозяева ему дают тушенку прямо в банках, чтобы дольше переваривалось. Пока переваривается, хозяева по очереди спят. А ты с ним с голодным в одной квартире поспи. Заснешься наружу, проснешься внутри. Тайсон недавно съел три вьетнамских кожаных куртки. Во дворе нашел. Вьетнамцы, правда, убежали. Ну и нечего по двору шастать, когда Тайсона выгуливают. На детской площадке объявление висит. С семи до восьми во дворе злая собака. Не верите, ну и царство вам небесное. Ты че, Ладка, Тайсон на поводке. Все равно, что танк на ниточке. На цепи он у них, да. Хозяин якорную цепь к бамперу джипа пристегивает. И он катает его по кругу. По московской кольцевой. Все время его штрафуют за превышение скорости. Ой, хозяин был, хотел от этого чуда-юда кобеля избавиться. Заманил его в лес. Пристегнул к огромной сосне. Побежал назад и заблудился. Тайсон тем же вечером домой вернулся вместе с сосной. А хозяина еще неделю с вертолета искали. Слушай, Ладка, ой. А Юлька себе карликовую собачку завела. Слушай, малюсенькая порода шишколобой гнидода. А ее даже гулять выводить не надо. Она вокруг цветка в горшке три круга нарежет. И язык на бок. На днях ее тараканы на торшер загнали. Откуда у Юльки тараканы? Купила на птичьем рынке. О, у нас же, у нас весь дом помешался на экзотике. У кого павлин глотку дерет? У кого дятел из дверного косяка что-то выколачивает? У кого верблюдица с балкона плюет? Очень метко. На другом балконе удав душит соседского опоссума. Я сказала, опоссума. Это не состояние подъезда, а животное. В девяносто пятой квартире тигра содержит. Представляете, зато в доме всегда есть горячая вода. Они же с тигром ходят в ЖЭК разбираться. Ой, а в третьем подъезде лад к соседям слона в складчину купили. Между квартирами стену сломали. Слона поставили. Нигелю стоит к одним хоботам, к другим хвостом. У тех не то, что цветы завяли, а обои почернели. Ладка, Ладка, Сан Саныч ползет. Да не начальник ЖЭК, а крокодил из 38-й. Сердитый. Опять, небось, его дети в джакузи пытали. Все, Ладка, конец связи. Тузик, быстренько к маме на ручки. Скорей бежим домой. Ко мне, Сережа! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok